Всем привет! Сегодня для своей семьи готовлю очень простые в приготовлении и очень воздушные пирожные. У нас что-то подобное продавалось только в обычных бисквитных таких лепешках, когда мы еще в школу ходили. И точно так же мне захотелось. У меня муж очень любит белковые крема, поэтому в этот раз буду готовить именно с белковым кремом. У меня будет здесь белок наш в швейцарской меренго. Я решила чуть-чуть сократить количество сахара. Из-за этого чуть-чуть у меня белок будет менее плотный, но уже достаточно той консистенции для того, чтобы наполнять пирожные. В общем, белок с сахаром я отвесила и ставлю это все на паровую баню. Водичка внизу у меня кипит, она не соприкасается с верхней посудиной, которая у меня стоит на этой кастрюльке. Все это перемешиваю. Не взбиваю, а именно перемешиваю, для того, чтобы просто растворился сахар и не сходился белок. Белок хорошенечко прогревается где-то примерно до температуры 65 градусов. Пробуем между пальчиками, чтобы у нас растворились все крупинки сахара. И затем уже можно будет снимать белок. Перемешивайте для того, чтобы просто внизу у вас не прихватился белок. Обязательно нижнюю часть вытираем бумажным полотенцем, для того, чтобы убрать весь лишний конденсат, который вдруг у нас может капнуть в чашу миксера. И из-за этого может не взбиться белок. Учитывайте это. И взбиваем. У меня вот такие вот получились мягкие пики, но уже текстура очень хорошо сохраняется. Это именно из-за того, что мы чуть-чуть сократили количество сахара, чтобы не было сильно приторно. Но вы можете использовать сюда, конечно же, где-то 240 грамм сахара, и тогда у вас будет более плотная консистенция. Но этого вполне достаточно, я считаю. Тесто у нас готовится просто элементарно. Добавляю сюда к яйцу сахар. Сахар, если вы будете использовать, допустим, сливочный крем, а не белковый, как я, сахара можно добавить 80 грамм. И, соответственно, сделать менее сладкую саму начинку, сам крем. А так как крем у меня довольно сладкий, поэтому не делаю очень сладкую саму лепешку. Добавляю сюда подсолнечное масло и молоко. Перемешала. И теперь останется добавить только сухие продукты. Сахар как раз у нас будет растворяться, пока мы все это делаем. Добавляю сюда какао. Какао у меня довольно хороший. Сверху на какао посыпаю соду и разрыхлитель. Это два разных продукта. Соду гасить нам, во-первых, ничем не нужно. Это погасит какао. Если оно хорошее. Сода создает более крупные пузыри, а разрыхлитель создает более мелкие пузырьки воздуха во время выпечки. И сода начинает работать сразу, а разрыхлитель только во время нагревания. Также щепотка соли сюда пошла. И мука. Муки добавляю изначально 100 грамм. И смотрю уже, нужно мне чуть-чуть больше добавить или не нужно. Если в процессе у вас тесто немножечко загустело и вам неудобно его размазывать по сковородке, тогда лучше добавьте сюда немножечко молока. У меня уходит на одну лепешку где-то полторы столовые ложки теста, которое я распределяю довольно тонким слоем. У меня лепешки получаются где-то около 16 сантиметров в диаметре. Поджариваю их понемногу с двух сторон. С одной стороны чуть подольше, для того, чтобы тесто прихватилось. И со второй стороны буквально капельку, просто чтобы схватился вершок. И заполняю их кремом. Чуть-чуть приплющиваю, вот так. И можно срединку посыпать, чем вам нравится. У меня это будет просто элементарно кокосовая стружка. Это могут быть какие-либо дробленые орехи, фисташки, фундук, лесные. Ну, в общем, что вам нравится. Присыпаете. И все готово. Можно положить какую-то начинку вовнутрь. В общем, очень быстро, очень вкусно. И готовить проще простого. Обязательно попробуйте. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.